Всем привет! Меня зовут Аркадий Чумаков, windio.ru. Сегодня будет продолжение видеоуроков о видеороликах для бизнесменов и не только. В предыдущих видеоуроках я рассказывал, что такое инфографика и рассказывал о видеороликах, сделанных на шаблонах. Сегодня я расскажу, что такое видеопрезентация, как ее сделать, из каких частей она состоит, сколько она стоит. Поехали! Итак, видеопрезентация это не что иное, как история. История, рассказанная с помощью визуальных средств. Картинок, графики, схем и так далее. Давайте посмотрим, какие бывают частные случаи видеопрезентации. На экране вы видите видеопрезентацию, выполненную в стиле вайтборд-анимации или дудл-видео. Это один из частных видов видеопрезентации. К видеопрезентациям относятся также инфографика, о которой я уже рассказывал. К видеопрезентациям можно отнести также персонажную анимацию, истории, где персонаж что-то делает, показывает, рассказывает. Таким образом, видеопрезентация это в принципе любой видеоролик, в котором презентуется некий товар, либо услуга. Хотелось бы сразу отметить, что не стоит путать видеопрезентацию и PowerPoint-презентацию. Почему? Неоднократно мне предлагали сделать видеопрезентацию «Встроить в PowerPoint». На мой взгляд, это неудачное решение. Проще сделать отдельно видеопрезентацию, рассказать в ней то, что вы хотите донести до ваших зрителей, и отдельно сделать презентацию в PowerPoint, используя его преимущества. Преимущества PowerPoint мы здесь обсуждать не будем, это не тема нашего урока. Можно видео, сделанное до этого отдельно, в стилистике презентации, встроить в PowerPoint-презентацию. Но, честно говоря, удачных примеров таких презентаций я не встречал. Давайте рассмотрим особенности видеопрезентации. Какие обязательные элементы в ней должны быть? Ну, естественно, это некий герой. Герой либо проблема, если героя нет. Но предпочтительнее с героем, потому что людям свойственно сопереживание. Люди хотят смотреть на людей. Есть даже статистика тех же фотостоков. Большая часть того, что покупается, люди покупают изображения людей. Соответственно, в видео это тоже работает. Нужно найти героя, показать, что он столкнулся с какой-нибудь проблемой, и как он эту проблему решает. Значит, герой, проблема, решение. Потом идет презентуемый объект и контактная информация. Любая презентация должна проходить проверку на ГКЧП. ГКЧП. Используем этот термин, который я позаимствовал у Александра Левитасова, его книги «Больше денег от вашего бизнеса». Что это за проверка на ГКЧП? ГКЧП – это аналог АИДа, тем, кто занимался маркетингом, должны помнить. АИДа – «Attention, Interest, Desire» – это больше касается рекламных роликов, а для презентации больше подходит ГКЧП. Где, кто, что, почему и почем? На эти вопросы ваша презентация должна давать четкие ответы. Ваш зритель, прежде всего, ищет в этом видео ответ на свои вопросы. Ему не интересен ваш товар, ему интересно решать свои проблемы. Вот и расскажите ему о том, как вы эти проблемы собираетесь решать. Резюмируем. Видеопрезентация – это история, рассказанная с помощью изобразительных средств. Большая часть того, о чем я уже рассказывал – инфографика, персонажная анимация, слайд-шоу и т.д. и т.п. – это все частные случаи видеопрезентации. Где может использоваться видеопрезентация? Она может использоваться для представления услуг, как вот в этом ролике. Здесь, допустим, рассказывается про услугу шумоизоляции автомобилей. Видеопрезентация может использоваться для представления услуг вашей веб-студии. Если у вас веб-студии, вы можете рассказать свои видеопрезентации как вы все это делаете, показать этапы, что зачем идет. Видеопрезентация может продавать конкретный продукт, как в этом случае здесь продукт сайта сдамнасто.ком, лекции по подготовке к ЕГЭ, и так далее. По сути, практически любую услугу, которую вы продаете, продвигаете в интернете, можно и нужно представлять с помощью видеопрезентации. Понятно, что для того, чтобы сделать видеопрезентацию, нужно пройти несколько этапов. Вот они здесь описаны, у нас составляется бриф. Далее делаем сценарий, выбираем диктора. На основе сценария делается видео, вносятся какие-то правки, если они есть, и ваша презентация готова. Примерную стоимость видеопрезентации вы можете видеть сейчас на экране. Это может быть инфографика, ролик на шаблоне, персонажная анимация, либо слайд-шоу. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их на сайте. Здесь есть чатик. В этот чатик можете написать сообщение, я вам отвечу. Либо напишите на электронную почту. Я ее тоже постоянно проверяю. Почту вы видите в подписи к видео. В следующем видео уроке я расскажу про персонажную анимацию.